Привет, я Рожков Никита и сегодня мы создадим 4 текстурные кисти. А также ты узнаешь несколько крутых приемов в фотошопе. Начнем. Сперва тыкаем окно, настройка кисти. Вызывается такое меню, которое ты можешь перетащить куда угодно. Я не рекомендую перетаскивать это меню в эту панель, потому что если ты ее перетащишь, у тебя сразу она расширится и сузить ты ее не сможешь. Вместо этого лучше ее вынести куда-нибудь сюда, свернуть и примагнитить вот к этой штуке. Может случиться проблемка, когда ты ее разворачиваешь, она здесь не полностью видна, но как решить, ты ее закрываешь, здесь крестик нажимаешь, потом опять окно, настройка кисти и она у тебя будет открываться нормально. А правую панель ты сможешь сократить. Теперь я создам новый слой и нарисую форму наконечника, который я буду рисовать. Заливаю ее черным цветом и слишком большой размер делать нет смысла, потому что все равно карандаш будет маленький. То есть пикселей на границах ты все равно не увидишь. Заходим в редактирование, определить кисть. Здесь будет по умолчанию размер, название, можешь дать какое хочешь, но еще сто раз переименуем, поэтому не пайся. Нажимаем окей. Уточнение, как создаются кисти. Черный участок кисти это полностью непрозрачная кисть. Если мы сделаем, допустим, здесь серый цвет, то это в кисти будет полупрозрачный участок. В общем, чем светлее, тем прозрачнее, чем темнее, тем непрозрачнее. Создам новый слой, чтобы проверить нашу кисть. И вот она у нас уже готова. Мы можем ей рисовать. Как видишь, настроек здесь никаких нету. Есть вот эта галочка сглаживания. Ты можешь заметить ребристый край, это как раз интервалы. Если мы делаем их больше, сам видишь, что получится. Если делаем меньше, то превращается в линию. По этому окошку ты будешь ориентироваться, и не нужно каждый раз будет рисовать здесь. Почти, если ты поставишь 1%, кисть может тормозить на слабых компах. Если поставишь 10%, то ничего страшного не произойдет. Здесь же ты можешь изменить толщину кисти, угол наклона. Но я все по нулям оставлю, потому что мне изначально нравилось, что у меня было. Я включаю меню динамика формы, потом управление и нажим пера. Сразу видишь, что если мы слабо нажмем, у нас будет тонкая линия, если мы сильно нажмем, будет толстая. Я стараюсь приблизить карандаш к реальному традиционному материалу, поэтому я не буду ставить слишком маленький минимальный диаметр. 50% вполне достаточно. Вообще, ты сам можешь поковыряться во всех настройках и понять, для чего они нужны. И я тебе так скажу, многие из них вообще не имеют смысла, на мой взгляд. Потому что, когда их изменяешь, разницы ты не увидишь. Также, если у тебя планшет не поддерживает угол наклона пера или поворота, то и эти настройки будут тебе бесполезны. Поэтому я не буду их затрагивать. Колебание угла. Мы не будем ставить какой-то параметр, потому что сразу он становится шершавым. Нам это нафиг не надо. Мы можем поставить либо начальное направление, либо направление. Начальное направление, это когда ты ввел в одну сторону, потом поворачиваешь, а угол не изменился. А просто направление, это ты ведешь и он поворачивается. Как видишь, есть здесь определенный дефект, который нас не устраивает. И мы можем уменьшить интервалы, чтобы такой фигни избежать. Он становится более плавным. Но учитывая, что когда ты ведешь линию, она очень чувствительна. И вроде как сейчас у меня идет клином вперед, а потом я отпущу. Опа, и в конце она уже как-то куда-то развернулась. Поэтому лучше выберем первый вариант, начальное направление. Далее нам понадобится текстура. Здесь будет вариант текстур. Выбираю любую шершавую, чтобы сымитировать бумагу. Первое, что нам нужно потыкать, это яркость. Нам нужно сделать так, чтобы она была видна. Далее шкала у нас покажет, насколько она будет большая, эта текстура. Слишком большую, конечно, брать не рекомендую. Она должна быть едва видна. Можем и контрастность покрутить. По умолчанию стоит режим наложения умножения. Но ты можешь потыкать на другие. Хотя сейчас, как видишь, без разницы. Тут можно начать пробовать нашу кисть. Пока что результат меня устраивает. Но я нажимаю с разной силой. А у меня одна и та же плотность. Поэтому идем в передачу. Как только я включил этот параметр, сразу видно, что по концам она стала полупрозрачной. И настройки сразу выровнялись так, что здесь нажим пера будет влиять на плотность линии. Если нижний параметр отключим, то он будет не таким сильным. Если включим, то ты больше сможешь контролировать непрозрачность. Итак, пробуем. Нажимаю сильно. Отпускаю. У меня становится уже более естественный эффект. Как в реальном карандаше практически. И обязательно прикидываем его реальный диаметр. Потому что карандаш, как правило, он не очень толстый. Я обязательно проверяю кисть на деле. Потому что если мы смотрим и нас что-то не устраивает, значит в работе мы такую использовать не сможем. И мы ее просто закинем. Поэтому обязательно смотри за тем, чтобы тебе понравилось ей рисовать. Меня устраивает в принципе все, но хочется ее поплотнее немножечко. Потому что я сейчас надавил со всей силой. А у меня все равно она не очень плотная. Для этого можем перейти в текстуру. И поиграть с режимами наложения. Я тыкаю один раз сюда. И колесиком мыши могу переключать их, чтобы посмотреть какой будет мне ближе. Например, режим вычитания будет более плотный. Но он слишком плотный, поэтому я немножечко буду корректировать ее. Самое важное здесь это выстроить правильно настройки яркости и контрастности текстуры. Чтобы ты видел самую легкую линию, когда проводишь. И конечно самую плотную. Потому что если мы увеличим яркость, например, при такой контрастности, то я провожу легко линию, а ее нифига нет. В то же время, если ты яркость выкрутишь на 0, тогда текстуру ты не увидишь. И я рекомендую контрастность где-то 50 поставить. А яркость крутить так, чтобы краи вот эти вот были видны. Ну вот у нас и получилась неплохая текстурная кисть. Ну и кстати, параметр сглаживания здесь будет влиять на то, будет ли у тебя сглаживание тут. Я не знаю для чего так придумали, но если ее отключить, то у тебя не будет сглаживания. Поэтому я включу. По ходу создания кисти обязательно ее сохраняй. Тыкаешь. Эти настройки пока не важны, потому что это еще не конечный вариант. И нажимаем ОК. Делается это для того, чтобы ты мог в любой момент выбрать другую кисть. Например, такую. А потом вернуться к своей предыдущей. Вот она здесь в самом конце сохраняется. И мог поменять ее настройки. Еще сто раз поигравшись с настройками кистей, я решил выставить для себя именно такие. Потому что, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Естественно, все мы разные. И кому-то нравится фактура покрупнее, кому-то наоборот без фактуры. И если я проведу вот такую линию, она сильно не будет отличаться от обычной и простой кисти. Но если я начну штриховать, заливать пятном, то этот эффект может быть уже интересен. При средней толщине тоже будет видна фактурка. При этом мне очень комфортно делать самые легкие линии и самые плотные. А теперь мы можем отдалить холст. Я знаю, что у меня здесь разрешение HD. То есть 1920 на 1080. Я обычно работаю в более большом масштабе. Допустим, 3 на 3000. Масштаб кисти 5 пикселей мне вполне сойдет. Я его сохраню, чтобы каждый раз не выбирать толщину. Тыкаю сюда. Здесь мы ее назовем карандаш 2. А что вот это за настройка? Если ты ее включишь, и допустим ты рисовал красным цветом, то этот красный цвет тебе будет выбираться по умолчанию, когда ты только выберешь эту кисть. Возможно там еще что-то сохраняется, например сглаживание. Но я этим не пользуюсь. И эту настройку я трогать не буду. Нажимаю ОК. У нас появилась тут новая кисть. И очень часто спрашивали в комментариях к предыдущему видео, а как же ее перетащить. Очень сложная процедура. Смотрите внимательно. Все. Эту кисть ты можешь перетащить в любую папку. Вот сюда, сюда, сюда. Но я этого делать не буду. А все лишнее, что мы насоздавали, мы удалим. Для этого я нажимаю здесь мышку. Удерживаю Shift, нажимаю здесь. И не Delete нажимаем, а правую кнопку мыши удалить кисти. Да, процесс создания кисти нифига не быстрый, потому что ты настраиваешь инструмент под себя. И уж лучше потратить время на правильную настройку, чем потом с ним мучиться или вообще не использовать. На примере этой кисти хочу показать одну большую разницу, которая заключается в ее текстуре. Если мы включаем галочку текстура, проводим так, проводим так, у нас не меняется масштаб текстуры. Если мы ее уберем и поставим, например, двойную кисть и выберем какую-нибудь шершавую кисть, то в маленьком масштабе у нас будет одна фактура, в большом у нас будет совсем другая. То есть она будет масштабироваться вместе с увеличением кисти. В каких-то случаях это хорошо, каких-то нет, но в моем случае я не хочу, чтобы такой эффект присутствовал. И расскажу уж тогда пару слов о двойной кисти. Принцип такой, что ты берешь за основу какую-то свою кисть и можешь добавить к ней другую. Ну, например, если мы добавим вот такую полосатую, то ты будешь видеть, где у нас была наша кисть. Вот она. И где у нас есть вторая кисть. Мы можем поставить разные режимы, вот вплоть до такого эффекта, и рисовать примерно вот так. Совершенно невероятная и ненужная вещь, но как для примера сойдет. Более интересный вариант может быть, если мы возьмем, ну, например, вот такую вот кисть и потыкаем по режимам наложения. Мы проходим и получаем что-то органическое. Хрен знает, что это такое. Я веду к тому, что ты можешь совмещать одну кисть с другой, и таким образом будешь получать самые разные варианты. Но чаще есть смысл совмещать с шершавой кистью, чтобы ты мог изменять масштаб своей фактуры. Теперь создадим тип кисти, имитирующий живописный мазок по холсту. Для этого нам понадобятся девушки. Удаляем лишнее. Делаем картинку черно-белой, нажимая Ctrl-Shift-U. И нажимаем Ctrl-L, чтобы сделать максимальную контрастность черного и белого. Вот примерно так меня устроит. Лишнее мы удалим. И теперь опять редактирование, определить кисть. Все, у нас есть бабская кисть. У нас уже есть живописный мазок, но, конечно, мы еще его подработаем. Поставим динамика формы, чтобы было у нас по начальному направлению мазок. То есть мы ведем в эту сторону, вниз опускаем, и он у нас сохраняет свой угол. Интервалы мы можем сделать меньше, ну, например, процентов 5. И вот эти вот неровности, они уже имитируют холст. Но мы еще немножечко покрутим нашу кисть, чтобы выбрать самый лучший угол наклона. Вот такой я вот, например, не хочу делать, потому что здесь будут прогалы. Ну, попробуем вот так. Покрутим угол. Далее передачу включим. У нас по умолчанию выставилось так, как нам нужно. Здесь делаем динамику цвета. Сейчас объясню, что это за крутецкая функция. Если мы выберем колебание цветового тона, путь будет десяточка для наглядности, и выберем любой цвет, каждый наш мазок будет немножечко смещаться по вот этой вот шкале. Вверх или вниз. Это уже будет хорошо имитировать живопись, потому что каждый раз один мазок может отличаться от другого, потому что пипеткой там, естественно, никто не тыкает. Если мы включим применить для кончика, значит мы будем вести, и этот мазок будет постоянно меняться, то есть вот у нас тут шаг 5%, по-моему, и вот он каждый будет иметь свой цвет. То есть получится такая рябь. Мне пока этот прием не нужен. Управление мы тоже выключаем. Нам не нужно, чтобы мы там сильно жали и был красный, а потом слабый был розовый, например. Пусть он делает это рандомно. Колебание насыщенности. Если мы сделаем большой, то ты увидишь, что один будет насыщенный, другой менее насыщенный. Проверяем пипеткой. Видим, что есть разница в насыщенности. И колебание яркости. Вот это самая опасная штука, потому что если ты сделаешь слишком сильно, то у тебя в ЧБ будет слишком большие контрасты, что будет дробить форму. Поэтому я вообще рекомендую это не трогать, потому что, как ты знаешь, каждый цвет и так имеет свой тон, и поэтому тональность все равно будет немножечко прыгать туда-сюда. Колебание цветового тона я максимум ставлю 5%, колебание насыщенности пусть будет 3%. Потому что так поиграться-то может быть и весело, но когда ты будешь реальный объект рисовать, тебе вот это не нужно будет настолько сильно. Вот такого легкого, ненавязчивого эффекта вполне достаточно. Иначе твой рисунок может дробиться, пестрить, ну в общем разваливаться. При желании ты можешь включить шум. Как видишь, разница практически незаметная. Она может быть чуть-чуть четкости добавит, если тебе это нужно. Я, наверное, отключу. Если тебе и этого мало, то ты можешь все же включить текстуру и выбрать здесь из предложенного меню холст. Хотя я не уверен, что он есть у всех. Принцип очень простой. Ты загружаешь в наши узоры какую-то картинку, бесшовную, конечно, и можешь использовать как текстуру. Попробуем. Я нашел текстуру холста. Сейчас посмотрим, как она у нас будет работать. Далее возвращаемся в Photoshop. Закидываем ее туда. Нажимаем редактирование. Определить узор. Назовем холст. И теперь в этом меню мы его выберем. Вот он наш последний холст. Здесь надо играть с настройками. Ну и, конечно, проверяем. Здесь мы меняем масштаб этого холста. Здесь меняем, насколько он будет виден. Ну а здесь контрастность, собственно. И всегда проверяем, было лучше или хуже без этого холста. Мне, если честно, без него нравится больше. Поэтому я его просто отключу. Но ты знаешь, как добавить свою текстуру теперь. А, ну и еще важный момент. Динамика формы. Здесь нажимаем нажим пера. И минимум ставим где-то 70%. Чтобы мазок немножечко в конце уменьшался. В реальной жизни у нас тоже кисть идет по холсту. Размазывается по нему. А потом, когда приподнимается, она собирается обратно. И получается вот такой эффект. Есть настройка влажные края. Которая тоже может дать какой-то эффект. Но я бы не рекомендовал. Потому что нафиг тебе этот стрёмный эффект. Но, как я уже говорил, поиграть с этими настройками можно. Однако некоторые, я вообще не могу понять. Нафига они там нужны? Например, защита текстуры. От кого защищать? Накладка. Куда, на что, во что накладывать? Ничего не ясно. И обрати внимание, что у нас есть нормальные мазки. А когда мы поворачиваем. То будут какие-то прогалы. Может быть это как раз и дает более интересный эффект. Это уже кому как нравится. Мне правда не нравится, что у нас бабы вверх ногами. Как-то не хорошо получается. Только следи за тем, чтобы не было одного края очень четкого. А другая там линия как-то отделяется слишком сильно от общей массы. Потому что несколько мазков так сделаешь. И она будет замечаться и там, и там, и там. И будет уже неестественно. Кстати, чтобы лучше понять направление кисти. Как она будет себя вести, чтобы избежать вот этих вот полосок. Ты просто убираешь здесь передачу. И на самых кончиках ты будешь это видеть. Например, если мы сейчас вот так вот покрутим, у нас будет вот эта линия торчать. Вот она. Поэтому нужно найти этот удобный вариант. И спустя полчаса я его нашел. Наконец-то сохраним нашу кисть. Размер можешь выставить, какой угодно. Вот небольшой лайфхак. Смотри, сейчас ты нормально видишь в этом окошке нашу кисть. Но если ты, например, уменьшишь ее вот так вот, а потом решишь сохранить, то ты ее там хрен увидишь. В этом случае тебе может помочь сохранение размера в кисти. Ну или ты выставишь ее в определенное место, где ты точно будешь знать, что это она. Например, я нажму сохранить, перетащу ее вот сюда. И я буду знать, что да, у нас 13 номер это та самая кисть. Или да, она вторая по счету, значит это точно она. Но есть второй вариант. Ты ее выбираешь, чтобы изменить. Выбираешь нужный тебе диаметр. Здесь лучше побольше, чтобы она была по максимуму в этом окошке. Нажимаешь новая кисть. Здесь она уже полностью видна. Эту галочку можешь убрать, потому что такого размера она тебе точно не нужна. Иначе она так и будет выбираться очень большой всегда. И ты будешь ее уменьшать. Называем нашу кисть и нажимаем ОК. Наша кисть готова. Перетаскиваем ее сюда. Ту мы можем просто удалить. Потому что в фотошопе нельзя изменять кисть. Можно только сохранить ее как новую. И с одной стороны это минус, но зато с другой, если что, ты всегда можешь откатиться к своей старой кисти и вносить там изменения, не затрагивая оригинал. Создадим шершавую текстурную кисть. И для этого нам нужно будет в разных местах накидать немножечко мусора. Сильно по композиции можно не выводить. Вот так вполне будет достаточно. Редактирование определить кисть ОК. Эффект шершавой кисти уже есть. Но конечно мы еще доработаем его. Интервалы можем сделать побольше. Мы можем также изменить размер. И обрати внимание, это можно сделать здесь. Это можно сделать вот здесь. А можно, удерживая Alt, ввести влево или вправо. Правой кнопкой стилуса. Последним методом я сам пользуюсь постоянно в рисовании. Я считаю, что он самый удобный и быстрый. Кстати, еще один способ изменения размера кисти. Это квадратные скобки. Но я этим никогда не пользовался. Включаем динамику формы. Небольшое колебание размера. Колебание угла мы ставим на 100%. Чуть-чуть колебания формы можем поставить. Далее рассеивание. Вот примерно так по рисунку мне нравится. Проведем, посмотрим. Да, довольно неплохо. Поставил в обе оси. И получается, что по центру она будет более плотной немножечко, чем по краям. Что мне и нужно. И немножко уменьшу интервал. Чтобы чуть-чуть прям плотнее была. Также я поставлю передачу. Сильно нажимая она будет хорошо видно. Если слабо, она уже будет полупрозрачная. И хочется, чтобы изменялся размер в зависимости от нажима пера. То есть мы сильно здесь нажали. Она прям такая крупная. Слабо там нажали. Она становится полупрозрачной и немножечко меньше. Что может дать нам небольшой объем в пространстве. То есть как будто она далеко уходит. И она по размеру уменьшается и воздушной перспективой перекрывается. Так, мне уже все нравится. Хочется добавить двойную кисть. Чтобы края кисти были более прозрачными. Для этого я выберу мягкую кисть. Умножение. Немножечко покручу вот так вот кегль. Чтобы вот эти вот края были плавно такими задухающими. Проверим. Да, видишь, эти точки по краям, они более прозрачные. Интервалы тоже можно немножечко увеличить. Да, теперь кисть меня устраивает. Жму сохранить. И нажимаю окей. Ты уже второй год обещаешь, что будешь крутым художником. Но если хотя бы на твои линии глянуть, то можно подумать, что ты одной рукой рисуешь, а другой работаешь перфоратором. Это было вообще-то всего один раз. Боже, я пошутить хотел? Мне просто нужно больше рисовать. Нет, не нужно. Ты уже нарисовался. Слушай, если ты хочешь круто рисовать, тебе нужен настоящий наставник. Нет уж, спасибо, я сам. Сам ты не можешь увидеть ошибки, которые совершаешь месяцами, а то и годами. Сколько можно уже, Пит? Тебе нужен свежий взгляд со стороны. И чем раньше, тем лучше. Запомни, чем больше стилус, тем больше и ответственность. Ммм? Мы сейчас говорим о рисовании? Ах. Большое спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Или не перемотало. Продолжим. Сдадим четвертый тип текстурных кистей. Фигурную. И это будет уникальная кисть, которая поможет нам рисовать как кожу, так и слизь, а может быть еще и брызги. Но уже другого типа. В общем, она нам сможет помочь в разных ситуациях. Почему именно эта кисть? Да потому что я заметил, что постоянно я использую примерно один и тот же подход в рисовании этой слизи. Я думаю, ну и зачем я буду каждый раз это делать заново. Такие вещи легче делать при помощи лассо, конечно. Но можно использовать и другие кисти. Можешь переворачивать свой рисунок, чтобы посмотреть, насколько он вообще правильно сделан. Например, я перевернул. Это все равно, что отзеркалить холст. И я вижу, что у меня где-то слишком круглые пятна, которые мне не нравятся и хочется их немножечко вытянуть. А где-то, например, не хватает дыр. Меня в целом устраивает. Теперь я могу создать кисть. Теперь создадим новый слой. И как обычно, вернемся в эту панель. Оставим динамику формы. Сейчас у нас вот такой отпечаток кисти с разным диаметром. Но мы также можем поставить колебания угла и колебания формы. Теперь у нас будут абсолютно разные направления этих брызгов. Естественно, мы можем и шаг подредактировать, сделав больше интервалы. Как видишь, слишком часто будет, ну, немножечко не очень хорошо смотреться. А нам нужно, чтобы были видны вот эти вот прогалы. То есть, сами овалы внутри. Я вижу, что мне уже нравится. Выглядит довольно-таки классно, но вот эти слишком мелкие диаметры меня напрягают. Поэтому минимальный диаметр сделаю 50%. Уже лучше. В принципе, я не рекомендую прямо вот так вот ввести линию. Но можно сделать пару тычков. Раз, два, три. И получится очень здоровский такой взрыв башки. Особенно, если мы все это сейчас переведем в красный цвет. Крипово. Но у нас есть еще один интересный параметр. Это рассеивание. Если мы его включим и поставим вот так вот примерно. Ты видишь, что происходит, да? У нас от основной линии в разные стороны будут раскидываться отпечатки. Если ты поставишь обе оси, тогда он будет не только вверх и вниз растягивать вот эти изображения. Он будет также влево и вправо тоже их раскидывать. То есть где-то она будет плотнее, где-то нет. И если ты ставишь счетчик больше, то там просто начинается месиво. Поэтому большой не ставь. Колебания не сильно на что-то влияют. Поэтому здесь париться смысла нет. Если ты проводишь прямую линию, в разных местах начинаются взрывы реп. И здесь, наверное, не очень хорошо то, что я еще не довел до какого-то места, а он уже здесь появился. Поэтому я уберу параметр обе оси. Я чуть-чуть уменьшу рассеивание, чтобы он не раскидывал слишком сильно. Этот параметр вообще очень хорош, если ты сам толком не знаешь, где ты хочешь поставить этот узор. И хочешь немножечко рандома. А если ты точно знаешь, что, допустим, вот я хочу вот здесь взрыв или вот здесь, то лучше не ставь рассеивание. Но ты хотя бы знаешь, как оно работает. И сразу скажу, что рассеивание это классный параметр, который позволяет сделать размытие пальцем или микс кистью. Сейчас я об этом расскажу, но сперва сохраню крутецкую кисть. Выбираем инструмент палец. И у меня здесь стоит моя кисть-мазок, которая позволяет сделать небольшое размытие. В данном случае мы можем, например, вот так вот это сделать. И кажется, что прям реально она уже брызгает, что в движении мы ее запечатлили. А как же нам сделать из обычной кисти размытие? Вот я взял стандартную кисть, настройки которой ты видишь тут. То есть нет ничего такого необычного. И работает она следующим образом. Она просто может растягивать в разные стороны с небольшим размытием. В минимальном только в одну сторону. То есть куда провел, туда и размывает. Если мы включим рассеивание и увеличим этот параметр, то у нас вот эти шарики начинают размывать в разные стороны. Видишь, что происходит? То есть ты проходишь по одной линии, например, и вдоль нее все размывается в разные стороны. Не в одну. И когда меня спрашивали, как же я настроил палец размытия, то в этом-то весь и секрет. У него стоит параметр рассеивания, который является ключевым для равномерного размытия. Но вернемся к нашей кисти. Возможно, ты не хотел делать узор таким четким, как здесь. И тебе хотелось больше динамики. В этом случае можно поступить следующим образом. Выделяем квадрат. Делаем так примерно, чтобы наш объект оказался по центру него. Заходим в фильтр. Размытие. Радиальное размытие. Здесь у нас тоже имеется форма квадрата. Потому-то, собственно, я и выделил такую квадратную область. И можем поставить значение здесь размытия, к примеру, 5. И линейный тип. Линейный, вот я увеличу, чтобы было понятно, что он типа во все стороны вот так вот будет размываться. А если кольцевой, то он как бы по кругу будет. Нам нужен линейный, чтобы сымитировать взрыв. Поставлю я лучше побольше значения. 19. И как видишь, у нас уже взрыв такой происходит во все стороны. Но мне хочется, чтобы центр был именно вот этот вот. Поэтому я отменю действие. Еще раз перейду туда же. У меня это на горячих клавишах назначено. И смещая этот центр вот сюда. То есть вот отсюда у меня будет такое размытие. Соответственно, ближе к центру размытие слабое. А дальше от него сильное. Это видно по вот этим полоскам. Нажимая ОК. То, о чем я и говорил. Здесь сильное размытие, здесь слабое. Здесь эпицентр. А здесь он прям разлетается. Согласись, что так будет более динамично. И ты можешь создать вот такую свою кисть. Это все достигается методом проб и ошибок, экспериментов. Поэтому я создал второй вариант этой кисти. И посмотрю, какой из них будет мне ближе. Выделение я оставляю. Жму определить кисть. И нажимаю ОК. Выделение было, конечно, для того, чтобы у нас в форме кисти не сохранилось два вот этих пятна. Чтобы создать подобную кисть, мне придется переключиться сначала на мою основную, которую я уже настроил. Запомнить эти параметры или сделать скриншот. И потом выставить такие же настройки в этой кисти. Но проблема в том, что если ты это все заполнил, а потом опять переключился посмотреть, потом обратно на вот эту кисть, настройки не сохранятся. Чтобы сохранить, нужно нажимать создать новую кисть. Ну вот и все. Проверяем. Довольно динамично получается. Проверяем с предыдущей кистью. И тот и другой вариант мне нравится. Но вот этот больше подходит, наверное, для летящих брызгов. А вот этот уже для тех, которые прилетели куда-то. Ну то есть на пол, на стену, на потолок. Из двух вариантов, наверное, я чаще буду пользоваться первым. Потому что я здесь сам могу размыть в любую сторону, в какую захочу. Например, наделал вот таких вот брызгов, потом это все дело выделил и применил быстро вот это размытие. Все. Во все стороны у меня разлетелось так, как я хотел. Я бы не узнал, что эта кисть лучший вариант, если бы я не поэкспериментировал и не попробовал сделать эту кисть как-то иначе. Ну и, конечно, помню, что если ты кинул кисть, это не значит, что так оно и должно остаться. Ты всегда можешь доработать, сделать свой рисунок на основе того, что у тебя есть. То есть кисть тебе дает начальную базовую форму, которую ты потом можешь редактировать, сколько тебе нужно. Последний тип текстурных кистей, который мы рассмотрим, это у нас будет микс кисти. И делать это вообще очень просто. Мы выбираем микс кисть и можем выбрать нашу заготовленную кисть, которую мы создали. Например, вот эта бабская кисть. Параметры можем выставить любые, но вот, например, такие тоже будут неплохо. И берем пипеткой образец, рисуем, пробуем. В общем-то нормально. Возьмем фигурную кисть. Мы можем сделать море и взять вот здесь образец беленький. Типа оно там плещется. Но в основном микс кисть используется для того, чтобы получить более живописные мазки. Например, мы берем здесь вот и рисуем. Это я рассказывал в видео о том, как пользоваться текстурными кистями. Обязательно посмотри. Поэтому по микс кистям здесь мне добавить особо больше нечего. Я сохраню для тебя эти четыре кисти, которые мы создали. Микс кисть сохранять нет смысла. Как я это сделаю? Я выбираю кисти. Шифтом зажимаю. Все, чтобы выделились. Шестеренка. Экспорт выделенных кистей. Все, я сохранил. Как их загрузить, я уже рассказывал в видео про текстурные кисти. В комментариях под видео мне сказали, что можно просто взять и перетащить эти кисти в фотошоп. И типа все будет работать. Но вот у меня так не получается. Поэтому еще раз кратко, как установить кисти. Нажимаем правой кнопкой мыши на холсте. Шестеренка. Импорт кистей. Выбираем вот эти кисти два раза. У нас появилась папочка. Где у нас есть эти кисти? Если тебе эта папочка нафиг не нужна, ты берешь эти кисти, выделяешь, перетаскиваешь, а папку удаляешь. Вот и все. Если кисти не нужны какие-то, ты их также выделяешь и удаляешь. Давай проверим эти кисти в деле. Нарисуем какой-нибудь милый скетч только этими кистями. Линейной кистью я сделал набросок. Полосатой я залил нашу основу и добавил светотени. Узорной я изобразил сам взрыв, всплеск, а также поврежденную кожу. Шершавой кистью я добавил фактуру кожи и небольшие брызги. А микс кисти я помазал только в нескольких местах, чтобы обобщить детали. Напомню, что мои кисти ты можешь скачать по ссылке в описании. Они находятся в документах моей группы. Но жители Украины жаловались мне, что в контакт они попасть не могут. Что такое VPN не знают. Ну в общем, если у тебя проблемы с доступом к JoyCasino, тогда специально для тебя у меня есть длиннющая ссылка с моим паком кистей. Эти четыре кисти там тоже есть. Но помню, что здесь они не обновляются. А в моей группе они обновляются. Ну в общем, поддержал своих братьев-украинцев. Ведь я и сам украинец. На одну миллиардную. На стриме меня просили записать видео про складки одежды. А я думал сделать видео про рендер. Рендер, блин. В общем, напиши в комментариях, какое видео тебе больше интересно. Такое и сделаю. Подписывайся на мои ресурсы в описании. Заходи к нам в дискорд сервер. Потому что только там ты встретишь самых говорливых индровертов, с которыми сможешь обменяться опытом. Если я тебе помог, колокольчик, лайк, коммент. Это очень поможет продвижению канала. Меня зовут Рожков Никита. Я верю, у тебя всё получится. Пока.